Вау, что случилось? Добрый вечер, всем добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! О, мой Бог! Приветики, приветики! Давайте начнем уже общаться. Больня, у нас уже почти утро, а не то что ночь. Ну, у нас второй час ночи. Как настроение? Ну, как сказать? Как сказать? Получше сейчас. Закаляюсь, закаляюсь, закаляюсь от моральных родов. Как вот это делала? Ну, только что созванивались. Она тоже, ну, как бы сказала, что не надо было обращать внимание. Это такая глупость. И потому что, ну, для меня это не глупость, для меня это жизнь. А вот почему должны мои подписчики и люди, с которыми я общаюсь, они меня много лет не знают. Есть, конечно, те, которые, ну, очень много лет меня знают. А некоторые вообще всю жизнь меня знают. А есть те, которые через экран только меня знают, но они хорошо ко мне относятся. И я не хочу их разочаровывать. Поэтому я решила... Валяна, смотрю сейчас твой предыдущий эфир. Волосы дыбом. Не плачь, моя хорошая. Ну, уже все. Наплакалась, подумала. Я приняла решение. Действительно, вот эта какая-то твердость у меня наступила внутри. Прямо окаменела я. Какое-то вот окаменение у меня случилось сегодня. Это, наверное, надо было... Вот кол надо было забить кому-то, чтобы... Ну, в общем, превратить меня вообще вот в бесчувственное... В бесчувственное создание. Чем занимались вечером? Вечером это когда? Сегодня? Сегодня я целый день была дома. Я решила сегодня полюбить себя. Я сегодня подумала... Нет, я сегодня поваляюсь. Сколько времени я это себе не позволяла. Полежу дома. Свечки сожгла. Помолилась. За детей, за себя. Я пока есть еще вот из России привозила свечечки. А вот, не знаю, у меня остались последние, может, девять штук. А вот, потом не знаю, что делать буду. И буду заказывать. Сюда летают наши... А вот, Марина, держитесь. Hello. Hey, hello. Марина Павлович. Обещайте никогда не плакать. Только от счастья. Саша отрывает по куску мяса. Ну, пусть его мясо будет оторванное. Господи, прости. Меня не надо. Меня на части разрывать не надо. Все будет хорошо, Мариночка. Ха-ха-ха-ха. Доброй ночи, Мариночка. Просто у вас все будет хорошо. Спасибо вам большое. И у вас тоже, девочки. Спасибо вам за поддержку. Не хочу об этом говорить. Наверное, не буду. Ладно, не буду. Потому что, чем больше я буду об этом говорить, тем больше... Мне надо эту страницу закрыть раз и навсегда вообще в моей жизни. Марина, держите. Хвост пистолетом у вас нет. Поводом для расстраивания. Расстраивание у вас. Иногда. Расстраивание у вас нет ничего плохого. Прям... Ну да. Получаем огорчение. Ну, еще и огромный опыт. Опыт жизненный. Пусть в вашей жизни не отличается больше любого рода. Спасибо. Это самое лучшее пожелание, наверное. Нет, нет, нет. Я не за рулем, конечно. Я на такси еду. Отличный вечер. Здорово. Да. Еду домой. И решила к вам зайти, общаться с вами, Марина. Все будет хорошо. Я уверена. Я больше, чем уверена. Это меня больше подстегивает. Знаете, если бы... Вот это меня больше заводит и больше хочется доказать тем людям, которые во мне не верят, через годик-два показать результаты моего нахождения здесь. Чтобы они понимали, что... Знаете, иногда Саша мне говорил, ты красивая, а я умный. Я ничего не говорила, но мне всегда было смешно. Я абсолютно не считаю себя неумной. Абсолютно я такое себя не считаю. Абсолютно. Я не знаю, что здесь. Я не знаю, что там есть. Ты не mythос, что там есть? Да. Это Канжчук. Я летит. Еще. Ну что, Костя, что вышла правда эфир, что ж, каким человеком надо быть, чтобы бросить ребенка, ну это уже, вот я вас сейчас вот заблокирую, просто моральный урод. Я вот сидела тут, объясняла всем все, а ты тут решила мне опять под кожу полезть, мразь конченая какая-то, пошла нахер отсюда, мразь, вот прям мразь, фу. Господи, прости. Всем все воздастся, не переживайте, уверена, в этом уверена, и мне, и другим, пусть всем воздастся по делам нашим, пусть все нам воздастся по делам нашим, и другим, и мне, вот это я всегда буду говорить. Какая вы молодец, встретили в Курбомо. Куда едете, Марина, ходите к нам кофейку попить. Спасибо вам большое, на ночь я кофе не пью, вот, и я уже домой, все, я на фабрике была сегодня, у меня был очень ответственный заказ, у меня есть дела. Впадет душу свою тревожит, отпусти. Отпусти. Боженька все видит, бумеранг еще никто не отменял, береги спят. В это я очень верю, я это очень, это прям вот в бумеранг я правда очень-очень-очень верю. Поэтому. Вы хоть ели что-нибудь, вам все не нужно? Нет, я после шести не ем сейчас. Я подстроила свою диету так, что вот последний раз я ем в шест, и все. У меня меньше получается, то есть у меня не получается восемь часов, то есть шестнадцать на восемь там, и восемь часов можно есть, но я утром, например, есть не могу. Поэтому я начинаю вот с двенадцатой до шести, то есть у меня получается больше, у меня получается восемнадцать, у меня получается восемнадцать на шесть. моя диета. Ну, это я прочитала сегодня, послушала в Ютьюбе. Это нормально, это даже лучше. Добрый вечер, Марина. Я ради интереса подписалась на Александра. Со стороны он обижен сильно на помню, что-то иметь. Просил он про его фан-помощь. Говорил, что дал вам деньги на бизнес в Китае. Господи, это только дурак может считать себя умным. Мариночка, Мариночка, все нормально. Женщины с вами. Поплакали вместе с вами. Но я бы не хотела, чтобы кто-нибудь плакал бы. Это была не моя цель. И вообще плакать, просто когда уже я начала вспоминать этот процесс, я как будто переместилась в то время. Вообще хотела объяснить всем все. И все. Здравствуйте, Марина. Санна Здоровая. Людмилочка, я давно вас не видела. Марина, самое лучшее наказание это игнор. Это работает. Поверьте, ты на лесоте. Нет, я, конечно, ну, я не имела права сегодня не сказать ни слова. Но это просто такого права не имела. я должна рассказать, коль этот... То есть, ничего не осталось в моей жизни с этим человеком, чтобы не вышло вот на общее обозрение. То есть, он использовал до конца меня. То есть, он сделал все. Вот все, даже мелочь, если бы он знал какую-нибудь мелочь, даже эту мелочь он использовал ради раскрутки своего инстаграма. он выносит все. Даже даже те вещи, которых наша семья, вот у каждой семьи есть какие-то вещи, которые не обсуждаются. А он обсудил уже, обсудил уже все. Ну, даже если тата что-то брякнула там, сказала на сердцах там, может быть. Ну, зачем он это поддерживает? Он же взрослый человек, он же прекрасно понимает, что это было, как это все было, это же я ему рассказывала все. Вот. Ну, как-то он мне написал, меньше всего я хотел с тобой воевать. Я в тот вечер поняла, что он будет говниться, он будет что-то плохое делать. Вот так, до сих пор не воевал, а теперь уже придется с тобой воевать. Что-то в этом роде он написал. Он даже подтвердила. Видите, даже подтвердила. Ой. Ой. на это ему лично отвечать не буду. Моя цель была объяснить вам все. Он этого и ждет, что я ему, что бы он ни сказал, что бы он ни говорил, я с ним больше звонить ему, писать ему, и что-то, какие-то разборки ему устраивать, даже до такого уровня уже никогда не пришли. Противно было слушать, как он многократно говорил, что вам билеты оплачивал, и бизнес в Китае очень мудро с его стороны. Ужас. Перекреститься и забыть. Он думает, что это действительно вот... Это же смешно. Вот самая главная причина всему была того, что он всегда вот если он что-то сделает, он считает, что он... Я вообще не понимаю. И это вот он и в эфире должен сказать, и всем должен рассказать. Как будто это не обычные вещи он сделал. Как будто он сделал такое что-то. Это просто, я не знаю, билеты купил. Подумаешь, билеты купил. в каждом эфире рассказывают про розовую шубу, как он парского плеча его заделал, задавил. это так смешно. А вот это и есть человек... Об этом я расскажу, я это никогда не скрывала. Как же он может про себя сделать? Я... а вот это вот я... Вот это и есть вот самое главное отталкивающее, что у него есть. Я это всегда ему объясняла, но он это ничего не понимает. Я купил, я сделал, я заплатил, я заплатил. Как будто деньги это все. За деньги... Я сразу заплатил, значит, я тебе купил. Я заплатил, значит, я тебе купил, значит, ты принадлежишь, я не знаю. А я просыпаюсь на противных когда мужик за подарки попрекает, но он-то попрекает это его хлебом не кормить. И вот это самое накормил, и это сделал, и билеты купил. Если я в Москве живу, и ты мне хочешь, чтобы я приехала в Воронеж, конечно, он мне покупал в Воронеж билеты и обратно тоже, а мы еще не были женаты для того, чтобы я вообще никуда не уезжала. Добрый вечер, моя красавица. Конфетка. Ой, спасибо вам большое. Ой, молодец. У меня и вверх вылетает. У всех так. Не знаю, сегодня мне на удивление все хорошо. Как бы я не хотела быть такой, как бы я не хотела быть такой сильной, как вы. Научите. Ой, не дай бог вам быть такой сильной, как я. Знаете, это мне просто покажи страх и покажу, как я бегаю. Это знаете, это есть грузинская такая поговорка. Вот как-то знаете, что я заметила? Ковалевский всех боится. У кого очень. То есть он может проглотить там, где есть страх. Он знает, что мне некому защитить. И он, а ему же куда-то надо любить. Кого-то же надо обидеть. Над кем-то же свою власть надо показать, что я могу сейчас вот это. Вот сейчас ее. И это делает со мной. Но это поскольку... Давайте посмотрим, что он дальше со мной будет делать. Давайте вместе все посмотрим на это и сделаем выводы про Ковалевского. Пусть размазывает, пусть там что хочет делает. Я готова ко всему. Я готова ко всему. Посмотрим на этого человека. Пусть там ко всему. Я готова ко всему. Я готова ко всему. пускай говорит. Пусть как он считает, так пускай и пиздит. Извините за выражение. пускай и пускай по всему. И пускай по всему. ответил не звони не разбирайся нет конечно же нет уже все это исключено это это для этого и делается чтобы я тут звонила какой-то как раненый медведь там орала не не я не буду все закончилось то все у меня вас очень жалко нет я очень счастливый человек у меня есть дети у меня есть работа любимая мне все очень хорошо знаете это меня не сломала не озлобила все все что я в жизни пережила только уроки это у меня наоборот добрее сделала все это меня сделала добрее так что нет вы зря так написали я абсолютно не несчастный человек я наоборот считаю себя счастливым человеком нет 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 у меня�ест много чего чего нет у многих других знаете для кого-то знаете как команда сказала я обожаю эту женщину вину командо как она сказала что такое счастье для кого-то щастие это имущество для кого-то счастье это жесткий люкс для кого-то, а для меня счастье это когда есть дети, все живы-здоровы все, у меня есть любимая работа я свободна сама себе могу позволить все, что я хочу, для меня это счастье, а имущество куплю, господи дай только Бог мне здоровья, я все создам, мне нужно год полтора, максимум два все заблокирую везде и удалю фото с ним ну так и сделаю, конечно сегодня сейчас времени не было я работала сегодня вечером а так сейчас домой приду если сразу не усну, то со временем все это сделаю пророзовую, чтобы пиздец просто пожалуйста, не лейкайте и фирвизни да, 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 да «Дай, надо, да, 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 да», не на нам Мео, мео... Чунгхай, чинян... Идиндин чутцов, ингай! Чунгхай... Донеси, донеси, донеси... Гуанчжоу та зай налия? Чеме... Простите, я немножко потерялась. С вами увлеклась... Не единожды... Лучший муж... Первое отношение, это... Первое, вы 100% правы. Миллион процентов правы. Лучший муж, это первый муж, это всегда так. А потом все это... Это уже не то, все. Это все. Как бы он плохой не был, это как-то все равно... Очень родной человек. Вот как-то с детства. Мне было 20 лет. Еще 20 не было, когда я замужем пришла. Вот. Ну и, конечно, уже прикипаешь. И за 16 лет, действительно, мой муж стал очень родным. Вот. Вот. Гу-гу-гу-гу. Гу-гу-гу-гу. Ноюшки, ещё 10 лет... Один-дин стро... Один-дин до что, один-дин, сто... Земле? Да, один-дин-дин зон-де, да. Девочки, надо, видите, мне, надо рассчитаться! солнце мои хорошие все, я много чего не успела прочитать, к сожалению я потом зайду и прочитаю все и если